Техники безопасности не обучают вообще никак. Я получал очень много ожогов, и шрамы остались со мной до сих пор. Много конфликтов на самом деле. У меня был штраф 25 тысяч, был за нарушение кассовой политики. Не могу представить, зачем столько работать. Как долго ты работал в общепите? Три года в сумме. В различных сетях. Фастфуд в самом прямом смысле этого слова. Бургеры, роллы и наггетсы. Сложно ли работать в общепите? Вообще не сложно, потому что есть очень-очень-очень много так называемых станций, где ты можешь работать. Если ты больше любишь работать с людьми, будешь работать на прилавке, принимать заказы, собирать заказы. Если наоборот, ты социофоб, можешь изготавливать бургеры, стоять на фритюре, мясо готовить или просто заниматься доготовкой. Вообще максимальная продолжительность смены в разных местах разная. Где-то это 9 часов, где-то это 12 часов. Это только то, что написано в твоем трудовом договоре, который ты заключаешь. По факту ты можешь работать все 20 часов, если ты нужен. Ну, у меня была самая длинная смена, наверное, 14 часов. Но это включая все перерывы. Но смысл в таких длинных сменах только если в этот день двойная оплата. Как оцениваешь коллективы, в которых работал? Коллективы могут попасть в самое разное. Самым первым коллективом повезло, можно было даже назвать его семьей. Все зависит от людей, а не от места, где ты работаешь. Бывали ли у вас конфликты? Если бывали, то из-за чего? Да, много конфликтов на самом деле. Они бывали как между работниками, так и между менеджерами, так и между менеджерами и работниками. Кто-то медленно работает, кто-то не хочет работать. Бывают, друг на друга кричат. До драк на самом деле доходит редко, но такое вот настроение не очень хорошее создается вокруг. Самый забавный конфликт, наверное, был между молодым менеджером и работником. Менеджеру было где-то 18 лет, а работнику 25. Работник был, вкратце про него, мальчик с района. А менеджер, вот самый неподходящий тип к такому пацану с района, это гомосексуал. И вот настал такой момент, когда этот менеджер наорал на него за какой-то жесткий косяк. И он прямо посреди дня начал его душить при гостях. И, естественно, его потом уволили. Но этот случай всем запомнился. Учат ли техники безопасности? Бывали ли случаи получения травм на работе? Очень-очень-очень часто. Особенно, когда я только начал работать, я получал очень много ожогов. И шрамы остались со мной до сих пор. Какие-то маленькие, какие-то побольше. Но в любом случае, они заметны. Техники безопасности не обучают вообще никак. Ты просто подписываешь кучу бумаг, причем периодически подписываешь новые бумаги. Возможно, когда у тебя идет обучение, тебе говорят, вот это вот смотри, не трожь. Это все, это максимум. В фастфуде бывают просроченные продукты? Про это можно говорить очень-очень-очень много. Это, на самом деле, основная проблема фастфуда. Как я уже сказал, приходит все изначально свежее. То есть с этим проблем не бывает. Всегда все свежее. Но вот в процессе уже доготовления эта свежесть теряется. Например, когда приготовились наггетсы, и их пересыпают в специальные просто массовые вместилища такое, на них ставится таймер сколько-то минут. И когда эти минуты проходят, по правилам нужно просто их списать, то есть выкинуть. Это не делается никогда. Просто ставится новый таймер еще столько-то минут. Насколько безопасна еда в фастфуде? В зависимости от того, где вы ее покупаете. В разных предприятиях по-разному. В каких-то более ответственные работники, в каких-то менее ответственные. Но сказать так, что еда небезопасна, я не могу. Потому что все равно соблюдаются гигиенические какие-то правила и стандарты. Совсем другое дело идет, когда говорим о всяких тонкостях. Вот они вот не соблюдаются в основном. Проходят ли работники медицинский осмотр? Да, проходят. И это каждый пол или год происходит. И с этим все на самом деле строго, вплоть до отстранения от работы. Так что с медосмотрами все хорошо. Ну, например, никогда тебя не выгонят, если ты, например, кашляешь или чихаешь. Потому что всегда работников дефицит. Ну, редко бывает, когда их много, тогда могут отпустить. Но если ты не жалуешься, вряд ли тебя отпустят. И такой работник, естественно, не будет носить маску. Он просто, даже если не хочет, даже если будет отворачиваться постоянно, когда кашляет или чихает, все равно все это попадет в продукцию. И получается, она будет опасна. Все соблюдают правила мытья рук? Мыть руки нужно по мере необходимости. А вообще каждый час. Это в правилах написано, но эти правила, как всегда, не соблюдаются. Если работник помыл руку перед сменой, руки перед сменой, и после перерыва, то это уже считается ответственный работник. Почему не стоит есть в фастфуде ночью? Ночью все правила, которые практически соблюдаются днем, они могут не соблюдаться. Например, если, когда готовят мясо, то его солят, или, например, добавляют лук, то ночью этого не делают почти никогда. Вкус будет отличаться. Но это, наверное, самое безобидное, что может происходить. Были случаи, когда я был свидетелем того, что человек, который готовил бургер, делал это вообще голыми руками, то есть без перчаток. Но, кстати говоря, когда-то, когда-то давно это было нормой, что готовят без перчаток. А потом уже вели перчатки. Бывает, что кто-то пьет на работе? Бывает. 31 декабря точно бывает. Там половина точно, прямо на работе. И это как бы не сильно даже заметно бывает. Сразу вспомнился случай про менеджера, который пришел на смену алкогольному опьянению. Он буквально засыпал на своем перерыве. Все закончилось положительно, наверное, для него. То есть он также остался менеджером, просто его понизили. Есть ли штрафы для работников? Если да, то за что? Все зависит от места, в котором работаешь, именно вот этой корпорации. В одной прям хорошие штрафы. Вот прям отличные штрафы. У меня был штраф 25 тысяч был за нарушение кассовой политики. Ты принимаешь заказы, гость может предъявить свою программу лояльности. И не все гости ее предъявляют, но многие гости делают заказы на большую сумму. Многие кассиры находятся под таким искушением, чтобы применить свою программу лояльности и накопить себе эти баллы. Так и делают очень-очень часто. И потом просто их используют. А в другой более лояльно к этому относятся. И даже если у тебя, например, минус 5 тысяч на кассе, это не означает, что ты должен будешь заплатить тебе 5 тысяч. Просто тебе выговор, ты лишаешься премии, и тебе не хотят ввести больше на кассе. Но штрафы не копейки. Крадут ли сотрудники еду? Да. Причем это касается сотрудников всех уровней. Начиная от работников, менеджеров и даже, наверное, и повыше. Ну вот они делятся на несколько типов. Кто-то это делает на одной волне с работниками. То есть он видит, что работник это делает и как бы тоже делает, и так строго за этим не следит. Кто-то прям строго следит, запрещает. И вот, ну сам тоже делает, когда никого нет. А кто-то прям такой вот правильный, вообще никогда чужое не возьмет. Ну как чужое, когда речь идет о какой-то крупной корпорации, многомиллионной. То, например, взять наггетс, отойти в сторонку и съесть его, не кажется тебе чем-то таким плохим. Особенно если ты являешься ее составляющей и приносишь ей, по сути, ее прибыль, ее имя. Но по сути это воровство. Если ты съешь на работе наггетс, тебя не уволят. А если ты ночью украдешь, например, несколько огромных пачек салата, то тебя уволят и даже напишут об этом в группе и выставят всем на показ. Сколько можно заработать за месяц в ресторанах фастфуда? Максимально я зарабатывал летом 42 тысячи в месяц. Это если работать 5 дней в неделю, получается, по 9-10 часов. Не могу представить, зачем столько работать.